Добрый день! Приближается Католическое Рождество. Почему в России и других странах, исповедующих православие, Рождество празднуется только через две недели после Католического? Немного историй для вас. Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников, установленный в честь рождения младенца Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество отмечается во многих странах мира, разнятся только даты и календарные стили. Римская Церковь установила 25 декабря в качестве даты празднования Рождества Христова после победы Константина Великого. Это около 320 или 353 годов н.э. по разным источникам, разные даты. Уже с конца 4 века весь христианский мир праздновал Рождество именно в этот день. За исключением восточных церквей, где этот праздник отмечался 6 января. И в наше время православное Рождество отстает от католического на 13 дней. Католики отмечают Рождество 25 декабря, а православное – 7 января. Это произошло из-за путаницы календарей. Юлианский календарь, введенный в обиход в 46 году до н.э. императором Юлием Цезарем, добавляющий в феврале одни сутки, был гораздо удобнее, чем старый римский. Но все-таки оказался недостаточно четким, точным. Лишнее время продолжало накапливаться. За каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки. Это привело к тому, что в XVI веке один из самых важных христианских праздников – Пасха – стал наступать намного раньше положенного срока. Поэтому Папа Римский Григорий XIII предпринял очередную реформу, заменившую юлианский стиль на грегорианский. Цель реформы состояла в том, чтобы скорректировать нарастающую разницу между астрономическим годом и календарным. Так, в 1582 году в Европе появился новый грегорианский календарь, так как в России продолжали пользоваться юлианским. В России грегорианский календарь был введен в 1918 году, однако церковь такого решения не одобрила. В 1923 году по инициативе Константинопольского патриарха состоялось совещание православных церквей, на котором было принято решение об исправлении юлианского календаря. Русская православная церковь в силу исторических обстоятельств не смогла принять в нем участие. Узнав о совещании в Константинополе, патриарх Тихон все же издал постановление о переходе на новый юлианский календарь, но это вызвало протесты в церковном народе, и постановление было отменено менее чем через месяц. А теперь мне хотелось бы рассказать о традициях празднования Рождества в разных странах. До православного Рождества еще есть время, поэтому начну с католических стран. Пусть первый будет США. В Америке Рождество приживалось очень медленно. В Массачусетсе в колониальное время празднование было даже запрещено. Пуритане в Америке одно время пытались вместо Рождества сделать День Благодарения наиболее важным праздникам. В наше время рождественский сезон в Америке начинается сразу после Хэллоуина и заканчивается семейным ужином 25 декабря и раздачей подарков. Праздник этот стал еще одним поводом собраться всей семьей, сделать друг другу приятные подарки, сказать приятные слова. На Рождество в Америке все становятся чуть-чуть добрее и внимательнее друг к другу. США является бесспорным лидером в количестве иллюминаций, украшающей дом и рождественские праздники. Американцы тратят баснословные суммы на праздничную атрибутику. Фасад и крыша украшены множеством ярких гирлянд, а перед домом устанавливаются фигурки оленей Санта-Клауса и Иисуса. На входной двери обязательно вешается венок из хвои, обвитый красными лентами с украшением в виде полосатых леденцов. В Нью-Йорке в 30 барах проходит ежегодный фестиваль Санта-Кон, где Санта-Клаус и эльфы и прочие сказочные персонажи общаются за кружечкой алкоголя. Так как мероприятие начинается в 8 утра, днем на улицах города можно встретить Санту в весьма подвыпившем состоянии. Еще одной интересной традицией является сжигание святочного полена. Из-за отсутствия такой возможности во многих домах американское телевидение транслирует изображение камина с горящим поленом, без рекламы под рождественские песни. Такая традиция существует уже с 1966 года. Почти каждый украшает свой дом или квартиру к Рождеству. Чаще всего это увитые красными и золотыми лентами венки из еловых веток на двери и разноцветные лампочки-огоньки на окнах. Владельцы домов устраивают перед своими жилищами целые выставки из фигурок волхвов, ангелов, Девы Марии с младенцем или же Санта-Клауса и его помощников. Уже за месяц-полтора вы увидите рождественско-новогодние украшения в витринах магазинов. Это как соревнования. Чей дом, офис или витрина украшены пышнее и привлекут больше любопытных взглядов. В начале декабря по всем штатам зажигаются праздничные огни Карл Лайт. В начале декабря президент США зажигает огни на главной елке Америки. Той, что растет напротив Белого дома. Рождественская иллюминация горит около месяца. Ее снимают сразу же после наступления Нового года. Рождество в Америке, да наверное и во всем крещеном мире, считается домашним праздником. Даже студенты спешат домой на каникулы, чтобы насладиться традиционной индейкой с клюквенным соусом и тыквенным пирогом. Но Америка страна многонациональная, поэтому на праздничных столах большое разнообразие, которое зависит от происхождения хозяев, от традиций семьи. Ну вот пока и все. В следующих обзорах я расскажу о рождественских традициях других стран. До свидания. Мир вашему дому и до встречи.